Но если говорить о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в нашей стране, могу привести такой пример. Недавно в нашем доме, в котором я живу, был капитальный ремонт. Сделали так называемые пандусы. То есть пандус, по которому можно въехать на колески в подъезд, то есть можно доехать до дверей подъезда. Но за этой дверью подъезда, для того, чтобы еще добраться до лифта, следует один лестничный пролет. Мне непонятно, тот, кто разрабатывал этот пандус, он думал о том, что инвалиду в коляске или на костылях нужно преодолеть эти 10 ступенек по пути от двери к лифту. Тогда какой смысл в этом пандусе через 3 ступеньки, когда за ними идут 10 ступенек без всякого пандуса? То есть тогда что это такое? Зачем эти бюджетные средства были потрачены каким-то таким непонятным образом, который не привел к результату? То есть все равно человек на инвалидной колеске не попадет в дом, либо наоборот не сможет спуститься из дома на улицу, не преодолев вот эти 10 ступенек. Понимаете? Тогда нужно либо кардинально менять, то есть придумывать какие-то подъемники, которые есть на самом деле. Вот на Западе они есть. Это откидывающийся такой, ну как рельс, я не знаю, или какой-то полос, по которому инвалидная коляска может подняться, потом он опять захлопывается. Либо надо делать какие-то такие устройства туда уже, то есть чтобы мог действительно человек заехать и в магазин, и в подъезд, и в любое учреждение там. Либо эти вот в таком виде, это, мне кажется, не добавляет никаких удобств и не расширяет возможности человека. Вот, но на самом деле хотелось бы отметить то, что если наши паралимпийцы выиграли Олимпиаду, то все-таки дела обстоят не настолько плохо, то есть как бы человек и с ограниченными возможностями может реализовать свои способности даже в спорте. То есть, казалось бы, да, две вещи, ну прямо противоположные, да? То есть спорт, где высокие достижения, и... Но тем не менее, значит, мне кажется, что здесь надо смотреть на какой-то зарубежный опыт, на западный, где, конечно, инвалидам гораздо более комфортно, чем у нас. И где этой проблемой озадачились люди, ну уже несколько десятилетий там, намного раньше, чем мы. Просто надо посмотреть, как у них. И внедрить, попытаться внедрить у нас.